Это новости Дагестана на телеканале ННТ в студии Лориана Шамхалаева. Здравствуйте! И в начале по традиции, коротко о главном. Несчастный случай или гиблое место? Отсутствие ограждений на туристических маршрутах Дагестана продолжают становиться причиной падения людей. Территория дискомфорта. Более шести лет пайщики премиального жилого дома не могут заехать в новые квартиры. Тем временем инфраструктура квартала оказалась далеко не такой, как на рекламном буклете. Поздравления лично от Муфтия. Лучших в стране алимов и хафизов чествовали в Хасавюрте. О том, как именно проходил ежегодный конкурс на знания исламских наук, смотрите в выпуске. Не хватило миллионов. Дагестанский футбольный клуб «Динамо» не попадет в премьер-лигу. Подробности в спортивном блоке новостей. Множественные переломы, в том числе основание черепа. С верхней смотровой площадки Гамсутля Гунипского района сорвалась туристка из Екатеринбурга. Информация поступила по системе 112. На место были направлены спасатели Чародинского ПСП, бригады скорой помощи и полиция. Девушку без сознания доставили в областной центр района вертолетом медицины «Катастроф». Уже в три часа дня борт вылетел в Махачкалу, в республиканскую клиническую больницу, где и будет проходить дальнейшее лечение пострадавшей. По данным МЧС Республики, группа из 18 человек, приехавшая на экскурсию в аул «Призрак», не была официально зарегистрирована. Прибывший в наш регион с рабочим визитом полпредпрезидента России ВСКФО Юрий Чайко вместе с главой Дагестана Сергеем Меликовым посетили накануне кизлярский завод КЭМС. На базе флагмана дагестанской промышленности гостям продемонстрировали успехи динамично развивающегося оборонного комплекса республики, играющего огромную роль в достижении технологического суверенитета страны. На встрече также удалось обсудить большой круг вопросов, в том числе меры по обеспечению отрасли квалифицированными кадрами. Строительство дома номер 9 по улице времена года стартовало в 2016 году. Застройщик, обещавший сдать объект в 2018, не завершил его до сих пор. Жильцы обращались в различные инстанции, но безрезультатно. По проекту во дворе дома должна была быть благоустроенная территория с парком, однако на ее месте появилось новое строение. Подробности в сюжете Карима Гамаева. Территория с живописным ландшафтным дизайном. Заботясь о вашем комфорте, мы освободили просторный двор от автомобилей, разместив под комплексом подземную парковку. Ваши дети и вы сможете гулять без опаски, отдыхая от дневной суеты. Ну как же хороша! Порой бывает реклама. Ну а что на деле? А на деле ландшафтный дизайн заменила незаконная постройка. Подземная парковка полна воды. Ну и дом, который должны были сдать еще в марте 2018 года. На призывы жильцов дома помочь отреагировало региональное отделение Народного фронта. Представители общественного движения также пригласили все ведомства и службы, так или иначе курирующие данный вопрос. Но к началу съемок, кроме представителей СМИ, общественников и самих жильцов, на месте больше никого не было. Народный фронт заранее обратился в надзорные органы, в жилую инспекцию Республики Дагестан, в министры Республики Дагестан, в архитектуру города Махачкалы, в администрацию города Махачкалы и, естественно, как в надзорные органы прокуратуры. Но, к сожалению, к 10 часам, к ночам, к выезду ни один из этих органов не был. Отношение к жильцам, отношение к обращениям жителей, пайщиков, а также к обращениям общественного народного фронта, отношение к ним нулевое просто. Застройщик же ко встрече с представителями народного фронта и журналистами подошел более ответственно и пытался, так скажем, бросить пыль в глаза. А пыли было много. Подъезды давно не убирались, но перед нашим приездом всю ночь протирали, убирали и даже давно заросший палисадник приобрел хоть какой-то презентабельный внешний вид. Спасибо тем, кто придет проверять. Нас так в жизни не убирали. Он его вывел для себя и хочет построить семиэтажную гостиницу. Первый этаж – ресторан, по типу веранга его, и остальные – шесть этажей. Вот у меня есть старый доктор, у меня есть несколько договоров. Вот мы хотим, чтобы по этим договорам нашу землю нам вернули. То есть он прямо говорит, что там будет гостиница? Да. Он говорит, я буду строиться. Вы здесь никто, у меня связи. Вот мы в администрацию обращались, в Минстрой, в Минстрой России. О большом количестве мелких нарушений мы просто уже устали говорить. Отсутствие пиви, у ненадлежащий вид подъезда, в наглости застройщика предела нет, делится Захара. У нас есть котлы, за которые мы оплатили с 2016 года. Сейчас наш застройщик хочет эти котлы перевести на свой счет, и чтобы мы отдали ему в руки ТСЖ и каждый месяц собирать с нас деньги. С большим опозданием на месте все же появился сотрудник госжиуинспекции, который так и не смог внести ясности. После получения жалобы для того, чтобы определить дом введен, не введен, я делал запрос в администрацию, администрация дала мне ответ, что дом введен в эксплуатацию. Вот и все. А в каком состоянии вы видели? Я только пришел. Посмотрим вместе? Ну, конечно, посмотрим. Видите, там печь, что нет перил, чего-то нет. У вас лифты работают, какие-то генераторы на лифты. На этом дело не закончится. Мы продолжим следить за ситуацией и добиваться положительного разрешения в пользу жильцов дома, заверили представители Народного фронта. В данную ситуацию мы весь этот материал, который мы сегодня получили, общались с людьми, получили их комментарии, увидели факты, в каком состоянии это жилой комплекс. Мы это все передадим в надзорные органы, передадим в прокуратуру и республики, и в федеральную прокуратуру, так что будет в федеральный центр Народного фронта, так что держат это все под контролем. Несоблюдение договоренности, некачественное строительство и большая вереница обманутых людей. Остается надеяться, что в нашей республике когда-нибудь наведут порядок в этой сфере. Карим Гамаев, Саид Шагидов, новости ННТ Махачкала. И к другим темам. Протянем руку помощи. Телеканал ННТ и фонд Инсан продолжают рассказывать о тяжелобольных детях. Для того, чтобы принять участие в благотворительной акции, достаточно будет перечислить любую желаемую сумму, перейдя по QR-коду, который вы увидите на ваших экранах, или через мобильное приложение фонда. В прошлый раз мы помогли 13-летней Заире с диагнозом ДЦП. Сегодня в нашей с вами поддержке нуждается 6-летний Патимат, переживший инсульт. Далее подробнее. Да? Ты про меня вкуснее? Моя принцесса? Даже просто причесывая волосы дочери, мама вынуждена придерживать ее спинку и голову. У девочки уже не один диагноз. Снижен тонус конечностей, задержка развития и речи, часто случаются приступы эпилепсии. Рабият уверяет, что беременность протекала нормально, на свет должна была появиться здоровая, а главное долгожданная девочка. Однако практически сразу после родов началось нечто страшное и неожиданное. Она родилась здоровой, и на 15-е сутки после родов в нее случилось обширное кровоизлияние мозга. И через два месяца ей сделали операцию по установлению шунта, потому что у нее голова росла, у нее была гидроцифалия. Сейчас где-то вот ближе к году ей поставили диагноз ДЦП, псевдобульбарный синдром, астигматизм, ЗПРР и множество других сопутствующих диагнозов. Рабият в прошлом медик, но с рождением дочери на карьере пришлось поставить крест. Сейчас малышке мама нужна буквально 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. И так уже более 6 лет. Ну это все началось с 30 ноября 2016 года, вот когда у нее случился инсульт. Я работала медсестрой, мне пришлось рассчитаться, потому что по уходу смотреть за ребенком некому было, и я была вынуждена уйти с работы. У меня еще двое детей, два сына. Если пропускать курсы реабилитации, состояние девочки ухудшается. Именно поэтому в этот раз по советам врачей им необходимо выехать за пределы Дагестана. В московскую клинику инновационного лечения детей с такими недугами. Однако сумма в 647 тысяч рублей для матери-одиночки действительно неподъемна. В Мидлайн мы хотим поехать, чтобы не только реабилитировать ребенка, но еще провести лечение. Оно будет длиться где-то две недели. Там будет проходить курсы реабилитации ЛФК, остеопаты, дорогостоящие анализы еще, ну и многое другое. А для таких деток особенных, да, обязательно нужны вертикализаторы, коляски специальные, артизы. И вот эта вот сумма, она неподъемная для меня на самом деле, почти 700 тысяч. Поэтому я обратилась в фонд Инсан за помощью, чтобы помогли собрать эту сумму. Конечно, у меня, я и мечтаю, чтобы моя девочка встала на ноги, ну хотя бы могла, да, себя обслужить, ей с ложечки, говорить пару слов, объяснять, что она хочет, да. Шансы на то, что Патимат сможет встать на ножки, держать голову и принимать пищу самостоятельно, действительно есть. Помимо множественных реабилитаций и лечения, нам еще также приходится покупать противосудорожные препараты. Они жизненно необходимы для нее. Также я пищу измельчаю через блендер, она есть и жевать не может сама. Без нашей с вами помощи осуществить мечту мамы и ее дочери не получится. Если вы готовы стать частью доброго дела, вам нужно просто перейти по QR-коду на экране и подтвердить перевод. Любая посильная сумма, отправленная вами сегодня, поможет улучшить состояние малышки уже в ближайшее время. Ларьяна Шамхалаева, Магомед Магомедов. Новости ННТ Махачкала. Министр сельского хозяйства и продовольствия республики, а также глава Нагайского района посетили муфтия Дагестана шейха Ахмада Афанди. В ходе беседы Мухтарби Аджеков поблагодарил духовного лидера за оказанное внимание и поддержку в развитии сельского хозяйства. Дагестан – один из таких регионов, где выпускается халельная продукция, в том числе как раз и продукция овцеводства, которая востребована и в Персидском заливе, и в Иране. И поэтому мы хотели бы совместно этим усилиями, чтобы ошибок этих не допустить, чтобы правильно все это организовать. Поэтому вот сейчас нас заверили, что в этом плане нас поддержат, подскажут, помогут все это организовать. На сегодняшний день это важно, заниматься сельским хозяйством. Если взять с точки зрения шариата, то тоже важно. Более от нас, что Всевышний требует, чтобы мы пытались, одели, дозволенным путем заработанными средствами. А более чем дозволенным, чем сельское хозяйство, что будет? Абсолютно правильно. Это заниматься овцеводством, крупным рогатеском и земледелем. Это очень важно. В общем, я думаю, это перспективная работа. Будущее, можно сказать, что будет лучше в этом направлении. Глава Нагайского района впервые лично познакомился с муфтием Дагестана. Джамуддин Исергепов отметил неоценимую роль духовного лидера в деле воспитания и религиозного образования населения. Мы знаем, что вы не только на словах, но и на деле не только поддерживаете, но и любите Нагайский народ. И для меня большая честь сегодня лично познакомиться с вами, почувствовать именно ваше рвение, объединять весь народ Дагестана. Все ваши слова и все ваши дела направлены на это. Я надеюсь, и дальше будет лучше. Спасибо за понимание, за такие теплые слова, конечно. Надо, чтобы от вас распространилась польза на весь район. Это, конечно, там многие хозяйства у вас там живут, чтобы для них тоже была польза. От них, чтобы вам была польза. Сегодня прошла реконструкция нашего мадресе к району Тереклимектеп. Я знаю, что Ахмад Хаджи сделал очень много, чтобы оно за короткий срок преобразился. Сегодня он находится в самом центре района села Тереклимектеп. И не только своим обликом, но и самая главная духовная составляющая. Это наши дети сегодня идут туда и как туристы, и потом приобщаются уже именно к духовным ценностям. Муфтий Дагестана поздравил призеров Всероссийского конкурса молодых алимов и хафизов, который проходил в Хасаверте. Победителями в двух номинациях из трех стали студенты Дагестанского исламского университета имени Мухаммада Арифа. Хамзанар Магомедов расскажет подробнее. В этом году в Хасаверте состоялся 20-й Всероссийский конкурс молодых алимов и хафизов. Всего принимали участие более 200 подготовленных студентов исламских учебных заведений страны. Лучших знатоков определяли в трех номинациях. Исламские науки, чтение наизусть всего Корана и правильное совершение намаза. С каждым годом конкурс выигрывает, становится каждый раз сложнее и сложнее. И мутаалимы очень ответственно к этому подошли, подготовились, не давали слабину. И результат не заставил себя ждать. Студенты Дагестанского исламского университета имени Мухаммада Арифа в самой сложной категории исламской науки заняли первые пять мест. Причем победитель превзошел оппонента всего на полбала. В номинации чтения наизусть всего Корана лучшим также оказался студент Дагестанского исламского университета Амир Магомедов. И эта победа стала первой для ВУЗа во всероссийском конкурсе в этой категории. Конечно, у нас преподаватели были, они очень ответственно подошли к этому. И мы также, естественно, очень ответственно готовились. Начиная с сентября месяца, до мая мы все время готовились, ежедневно. Каждый божий день готовились. И, альхамдуллах, мы увидели, какие результаты. Я ждал первое, второе, третье место. Но, тем не менее, хвала Всевышнему, у нас это получилось. В следующем году мы будем выше, сильнее и крепче. Всех победителей и призеров конкурса лично поздравил муфти и республики шейх Ахмад Афандия. Он отметил важную роль преподавателей в достижении высоких результатов. Духовный лидер также пожелал студентам Дагестанского исламского университета побед в предстоящих образовательных конкурсах. Вы заслуживаете это, не только первое место, все места вы заслуживаете. И то, что связано с науками, тоже вы заслуживаете все места. То, что связано с правильным совершением намаза, все места вы заслуживаете. Почему? Потому что, в отличие от других, у нас вместе с этим есть арикад. Правильный арикад, истинный арикад. Вот в чем наши преимущества. И мы должны были и до сих пор, и в этом году, и в последующем всегда быть впереди. Все места должны быть у нас, иншаллах. И этим мы ни в коем случае гордиться не будем. Это не наша заслуга. Даже если что-то есть хорошее, это заслуга наших предков, наших учителей. Наши заслуги там нету. Это милость Аллаха. Еще раз подчеркиваю, гордость ни в коем случае. А все места должны заниматься. Еще раз повторяю. Почему? Потому что у нас арикад чистый. Это не каждому дано. Это, ахамду лилях, это милость Аллаха. Я, конечно, чрезмерно рад. Я, в первую очередь, муаллимам, которые вот в течение этого времени вместе занимались, не жалея себя. Конечно, муаллимы могли бы сказать, вот занимайтесь вот отсюда, начиная вот до какой-то страницы. Если вы выучите наизусть, им дать ценные указания и уходить могли муаллимами, ну, я вижу, что вы вместе занимались. И результат налицо. После беседы муфтию показали подарки, которые организаторы Всероссийского конкурса памяти Сайдбега Деитова преподнесли победителям. И о спорте дагестанские футболисты сыграют в финале Кубка мира среди любителей. Турнир проходит в Турции. Сборная России в полуфинальном матче выиграла у команды Ирака 4-0. В решающей встрече с соперниками национальной команды станут футболисты Турции или Ливии. Сборную России на турнире представляют трое дагестанских футболистов – Муслим Бамадгиреев, Гамит Шахбанов и Рустам Рамазанов. Между тем, футбольный клуб «Динамо» отказался от притязаний на выход в Премьер-лигу. Независимо от итогов текущего сезона, дагестанская команда не сможет принять участие в стыковых матчах за выход в Премьер-лигу. Белоголубые не получили лицензию РФС-1, позволяющую в следующем сезоне играть в высшем дивизионе российского футбола. В клубе сообщили, что препятствием для них стала необходимость установки на домашней арене дорогостоящей системы идентификации болельщиков «Фан-АйДи» и ее примерная стоимость от 25 до 50 миллионов рублей. Отметим, что за два тура до окончания первенства в первой лиге махачкалинцы занимают шестое место. Смотрите новости ННТ также на наших каналах в социальных сетях. На этом я, Лария Анашимхалаева, с вами прощаюсь. До скорых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова